Когда ребёнок становится родителем, его надо брать за руку и вести по жизни, учить и помогать. В Ульяновске появился проект для помощи очень молодым мамам. 16-летняя Анастасия познакомилась с органами опеки, когда её мама и папа лишили родительских прав. Девушка была направлена на попечение Заволжского дома детства. На тот момент Настя была беременна. Узнав о её положении, руководитель учреждения не осталась в стороне и позаботилась о будущей маме и её малыше. Настяна история вдохновила директора Натальи Житкова на создание социальной гостиницы. Чтобы средств хватило на создание комфортных условий, Наталья написала грант в Федеральный фонд поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Средства, которые мы получили от гранта, это 1 млн 232 тысячи 106 рублей. И реализация проекта будет осуществляться в период с 1 сентября 2021 года по 31 сентября 2022 года. На сегодняшний день мы уже получили средства гранта на сумму 862 тысячи 474 рубля, на которые мы приобрели уже необходимое оборудование для нашей социальной гостиницы. Так и воплотили в жизнь проект под названием «Маленькая мама». Это гостиница на базе дома детства с уютными спальнями и игровыми комнатами для юных мамочек и их детей. Корпус рассчитан на размещение пятерых девушек. Для каждой предусмотрена своя комната, обставленная по-домашнему и оборудованная компьютерами и бытовой техникой. Мамы могут находиться в учреждении до совершеннолетия, учиться и расти детей. Далее соцзащита позаботится о трудоустройстве и поможет с вопросами жилья. Мама Настя стала первой постоялецей новой гостиницы. На то, что меня никто не уговаривал, то, что бы я там сделала, я родила. Мне сейчас помогают. Я сюда приехала, меня встретили с любовью, с лаской. Даже та сама Наталья Васильевна, она тоже была не против принять меня. Сейчас Анастасии 17 лет, а ее дочке Юле годик. Растить ребенка помогают местные педагоги, психологи и медицинские работники. Наталья Васильевна тоже находит время по душам поговорить со своей подопечной и поиграть с малышом. Настя учится на Портновой, мечтает стать дизайнером одежды и уехать в Москву. А Наталья Житкова планирует и дальше заботиться о юных гостях и их детях, выигрывать гранты и давать путевки в жизнь. В этом месяце в гостиницу приедет еще одна мама со своей историей.